здравенький ребят вы на канале ford mac ну что ж мог сина 100 вообще про мопсиха и мне часто наговорили о том что это невероятно аниме от создателя ван панч вы это должен посмотреть или хотя почитать его мангу ману кстати говоря видел даже думал может как-нибудь возьму себе но пока что с произведением я знаком максимально посредственно и тут уж если будут великие знатоки и мопсиха дебейте меня не надо мне как говорится душить своей телепатией прочим телекинезом давайте уж смотреть счется такая грустный пакет удивит классическая история о том как экстрасенс шизофреник с причесоном под арбуз пытается бороться с лютой скукой легче легкого могла бы кончиться например со шприцом в канаве но к счастью так кончится только твоя история и моя история рональд рейган хитрый мошенник с воровской хари в обычной жизни плут при разговоре лапочка а на работе охотник за привидениями одаренный высочайшим интеллектом лица всех его клиентов можно угадать закрытыми глазами но мужичок рубит бабло в наше время это редкость роскошь и гарантированная пуля в лицо в течение ближайших месяцев в один осенний вечер маленький сайтама по клику химоп данный ему за вайбы нпс зашел к рейгану за советом чувачок думал что в офисе его ждет сильный экстрасенс такой же как он сам что пояснит ему за то как жить могучим колдуном среди простых рабочих а тут такой во первых привет во вторых не выебывайся в третьих теперь ты мой держит 100 рублей давай работать вместе и так соприкоснулись яйцами две странные истории одна про парня чьи способности изменят мир и другая про периста который делает на этом всем бабло немного про лор тут у нас япония наполненная привидениями это обычные ребята что опоздали на раздачу шканарей воду и промышляющие на земле той же хуйней что и при жизни один мечтал кошмарить баб гимназии другой стендапе 3 стоять в туннеле и делать 4 просто на кожуре банановый споткнулся сдох и вынужден теперь отпугивать людей от 3 и без того не сладкую житуху злобных духов портят экстрасенсы изгоняя их по доброте душевной ради помощи другим ну или за приятный прайс как случае с рейганом и мобом сайтама второклассник и ему нехуй делать второклассник японии это 14 лет кстати говоря у нас 14 лет ты уже четыре года как император всероссийский ну ладно бывает сайтами скучно он о тяночке мечтает пока тяночка мечтает о чингачгуки из bts и мобы ее не интересуют а гг прям реально крипочек поэтому он решил что надо развиваться и ступить школьный кружок на выбор стал клуб телепатии где челс его скилами легко бы стал самым главным суперстаром и качалка под надзором гигарнольдов дрил шварценеггеров максимальная комплекта красота ты какая лан шутка выбора не стоит телепаты телепаты нахуй идут теперь вокруг га лишь безупречные тела открытые сердца и большие мышцы войдя в могучий клуб развития тела ты не только обретаешь корешей что встанут за тебя горой эльбрус и бахнут 300 приседаний на могиле твоего врага потом качнутся си сандрыжимом его туши лежа и сожрут ее с тарелкой гречи чтобы сохранить свой профицит калорий но и склепает из тебя такого как они огромного богатыря забывшего про грусть трагедии и жир воистину приказ зашибись у нас я конечно выбрал блин крыша разные мужи ни в коем случае не геи а в сезоне 2 вы вообще охуеете потому что с ними там будет мост тестостерон fight ever на уровне того самого в алхимике или даже круче по пути мог копить шкалу стресса ибо чел избрал стиль жизни все всегда держать в себе что крайне тупо оба мир вокруг душ низкая помойка и нет нет да выведет тебя на злость печаль или еще чего похуже это дает свои бонусы в виде хищного альфа взгляда и нормальной в какой-то веки притчи но там где шалелый моб творит свои психо дела цветочком еще сотню лет не прорасти задумайтесь цветочком нет но я ни слова не сказал вам про гигант не хераси капусту опенинг кстати нормальные но просьба не смотреть его под кислотой моя слепшие навечно кореша являют собой живой пруф этих слов большой сюжет тут появляется ближе к концу сезона 1 а до этого нам закидывают целую пачку психоделических эпизодов с боссами недели например в одной моба затаскивают на концерт к духу стендаперу что заставляет хрюкать в голосину каждого кто посещает его сольники моб напомню крип который улыбался то распять за жизнь и не ебался ни разу не говоря уже про смех поэтому в ответ на мемчики из одноклассников стендапер видит покер-фейс оказывается разоблачен и превращен в летающий лизун что стал преследовать гг дабо однажды стырить его тело но так как моб не ашакой их поискать то вместо этого тот стал его надежным корешем а бобики сектанты после смерти лидера стали молиться на гагани вот это да о ебать жесткие вы и жесткие о ебать сайтаму тут охуеть блять качан сайтама и ёбаный чурске а ты я не знаю какой-то блять заебись о и жесткие друг нужен русские другой 4 жоша цыганскими махинациями стравливает качков из бодиклаба с го парями из соседней школы заставляя тех похитить моба алёша поповичи вошли в рейдж-мод развезли бандиты чина изи бризе но не справились с внезапным экстрасенсом отказавшимся почему-то порешать вопросик отжиманиями от пола и раскидавшим мужиков по сторонам из-за чего самому могу пришлось влезать в магическую битву в ходе которой враг гг трагически лысеет и растворяет его летающий лизун благо тот сумел преобразовать себя и звездной пыли в зад и спас угасший было градус душноты лысый же впоследствии переосмыслил свои взгляды на жизнь перестал быть зазнайка отрастил на голове метровую камбучу и принял буддизм после случившегося моб стал так сказать на хайпе среди тех кто шарит и одни из них орга под названием ноготь решили своровать этого кадра к себе встан мало того что без спроса так еще и спутали его с его братаном им хокста скучный чел который был прикольным только пока творил пакости и хотел убить моба ножом в псину а потом раздобрел и скатился в процессе жесточайшей битвы за семью гг опять сошел с ума и бешено сражался но вражина тварь залил ему лицо перцовкой и убежал сайтама в целом добрый парень но после случившегося взял камбучу и пошел ломать врагам колени лесной логово злодеев быстро начало страдать гг раздал пизды воришки и ракезу в качестве мести потушил женщину из драгонбола но появилась гипно жаба и убила моба страшными мультиками обоих пацанов вленили а рейкан поняв что стричь лавэху без сайтама чё-то не выходит отследил его по яндекс картам и погнал в такси на точку расплатился за поездку пачкой соли чем удивил водилу тот явно думал что соль рейган найдет несколько позже anyway look at this папочка ему вообще похуй что он один без супер сил в мистическом лесу в три часа ночи у него пиджак от гучи дети визитку он забыл поэтому для местных он всего лишь скромный босс которому без всяких дополнительных вопросов выдают детей машут ручкой на прощание но вы лишь их к ним на дорогу главарей таким не проведешь мощнейшие мужчины способные рубить крушить и генерировать черные дыры рейган сразу сгенерировал этим клоуном пару панчей по ебальничком чтобы не расслаблялись забатил на агрессию и спрятался засейвил моба шизы но был убит мечом в спину жаль пластмассовым короче рейган залил соляра этим клоуном глаза двумя ударами ладошек закопав их сладкую жизнь на деле оказалось что мог случайно пересосал в рейгана свои супер силы и поэтому тот четыре минуты был так крут но у меня есть теория короче экстрасенсы в мо психа это просто шизики которые остались детстве и вся их сила заканчивается там где адекватные люди перестают в нее верить а между собой они там гуляют со своими заклинаниями и так далее ну рейган такой чел у тебя меч пластмассовый ты кто вообще и они ничего не смогли ему сделать как вам теория дайте мне пизды сезон 2 больше про раскрытие глав героев и попытки превозмочь в рл серия где рейган с мобом ругаются расходятся и славно милится впоследствии заставит загрустить и радостно всплакнуть даже сидевших ранее в тюрьме мужчин у блять случайно нажал прожил полгода твоей жизни братан отжался 35 раз попытался пробежать марафон и не смог но выложился как машина реально очки гордились потом а та самая тяночка наконец-то на него запала кстати обратите внимание она тут настолько не такая как все что даже нарисована в другом стиле под конец сезона появляется главный злодей классический адольф гитлер еще и рыжий без комментариев мо папа это докидать господи вот это страшно сочетание как вообще можно такого хотя блять я уверен его уже там возвели в станы миловать милого персонажа который не такой как все но решение такое потому что я порой хилевый как многих злодеев из аниме романтизирует там жопы и небоскребов и побеждает воровавку чмоню гигантской брукхоли в конце выясняется что адольф лох чмо и нацист по моему гениальный тайт много деталей специально опустил чтобы если вы вдруг не то пошли посмотрели посмотрели с удовольствием каждая серия моб психа это супер интересная оригинал история с кучей отсылок шизофазии графона и мемов так что давайте там лайк будет видео по сезону 3 когда его релизнут подписывайтесь на канал и на телегу об одни ютуба в россии сочетены и надо бы нам с вами не теряться ребят этом анекдот отравлю каждой 5к подписчиков устраивал конкурс с призом в ничего где каждый может проявить себя самой худшей стороны а еще там чатик есть где мы мурчим и ножки волосатые друг другу перекидываем в дискорде можно заниматься тем же самым и у меня он тоже имеется в к инста все описание ну чё заинтриговался сервера шизофрения ах ты ж заинтриговал сукин сын нет серьезно я тебе обязан посмотреть я обязан у меня выбора нету потому что противном случае я получу огромным таким психическим тапком по башке это сука хули я жду чертов ван пайчман который может быть никогда не выйдет третий сезон хоть его и анонсировали в кавычках рассмотреть это и читать а лучше и то и другое поэтому спасибо грустному пакету респект и лайк поддержите автор оригинала подписочка лайк не забывайте про колокольчик чтобы не упустить новые реакции из виду и спокойной вам ночи дружки и пирожки